Семь вопросов, семь минут. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте, Григорий Олегович. Здравствуйте, уважаемый оператор фильма, для которого мы сейчас пишем сценарий. Значит, это вам прямая инструкция, чего снимать и как монтировать. Уточню фильм, который нам нужен уже к 29 числу, чтобы потом мы его могли показать всем ребятам, старшеклассникам, участникам нашей сессии и практикума. Да, и кстати, это будет наш сегодняшний разговор, также примером, как можно, экономя много времени, готовить сценарий. То есть вообще не в письменном виде, а вот в таком, вот в таком прямо в диалоге. Вот, хорошо. Да? Вот, значит, вот. Итак, какой у нас первый вопрос? Ну, я его могу прочитать. Первый вопрос такой. Какое у тебя домашнее задание и в каком виде ты его подготовил? Ну да, то есть имеется в виду, какое домашнее задание? Ну, домашнее задание имеется в виду, вот, для участия в этой сессии, практиками, да? Какое у меня, как у участника этой сессии, домашнее задание. Да, правильно. Вот. Ну, и какое же вы себе дали домашнее задание, Елена Васильевна, на эту сессию? Ну, у меня домашнее задание, я же туда войду, по нашей общей договоренности, я же туда вхожу как учитель. В двух позициях я туда захожу. Да. Как учитель туда захожу, это первое. Второе, как координатор вот этой группы самоуправления учащихся, да, которая идёт. Вот. Ну, и как какой-то куратор всё-таки учителей. Поэтому у меня домашнее задание сейчас такое. Я его выполняю сейчас. У меня домашнее задание такое, что от всех учителей, и от меня в том числе, в табло учёта должно быть выставлено для всех ребят задание, которое они могли бы выполнять самостоятельно или в индивидуальной консультации с учителем и потом учить этому другого ученика и у другого ученика учиться тоже какому-то, ну, необходимому материалу по предмету. Вот такое домашнее задание я себе взяла. Отлично. А мой ответ такой. Поскольку я там присутствую как специалист, вот, то я себе выдал домашнее задание представить, какие проекты для индивидуального образовательного проекта, какие темы для индивидуального образовательного проекта я могу предложить. И, соответственно, я эти темы написал, они выставлены в сети, и каждый, кто захочет, вот здесь у нас под видео, может получить ссылку и почитать. Вот так я делал перечень этих тем. И, соответственно, со мной можно будет встретиться непосредственно в процессе там, через, ну, интернет. Второй вопрос. Второй вопрос. Какие предметы для Школы Радости ты выбрал? Ну, я не ученик, поэтому предметы я не выбираю. Вот. Ну, можно проскочить, наверное, этот вопрос. Нет, не я, что вы. Никак невозможно. Вот я, например, выбрал физику и математику. А, ну, тогда я выбрала историю. А, да, но я не просто ее выбрал. Я буду с моими партнерами, которые будут со мной беседовать, построить структуру этих предметов. То есть целиком. Задача такая. До 16 сентября, у нас продлилось не до 14, а до 16. До 16 сентября построить структуру этих предметов. Для изучения. Структуру для изучения. Ну, как сказать, то есть обозначить количество всяких знаний, которые необходимы для того, чтобы, ну, физики все понимать. Такой, как бы, вот план такой. Начиная с седьмого класса и кончая ЕГЭ. Физика-математика, да? Физика-математика. Вот, ну, там у меня другие есть темы, которые я могу предложить. Но я для себя выбрал. Вот это мне интересно. Хорошо, озвучите следующий вопрос. Пожалуйста. Следующий вопрос. Как называется твой индивидуальный образовательный проект? Я бы ответила так. Интересов у меня много. Но я сосредотачиваюсь в этом году на выстраивании системы управления Школой Радости вот как методической задачей. Вот. То есть я сосредотачиваюсь на системе управления. А мы можем заговорить, да? Да. А мой проект просто называется Школа Радости. Значит, все то, что происходит там и будет происходить в течение не только этого учебного года, но и последующих годов и даже десятилетий для меня является проектом, который я делаю. Вот. Непрерывно делаю. Вот и все. И все, что тут происходит, это, ну, так сказать. Ну, то есть, Григорий Леонидович, я как вас слышу? На этот вопрос можно ответить таким образом. Либо ты конкретно на какой-то теме сосредотачиваешься, да? Да. Либо, например, ты уже это делаешь, ты уже в этом живешь, и ты продолжаешь это делать. И это есть твой по жизни проект. Он же и индивидуальный, он же и образовательный. Хорошо. Тогда перейдем к четвертому вопросу. Да. Ага. Ты читал оргпроект? Да, я читала. И читаю, потому что он как бы у нас пополняется. Ну вот. Ну, у меня ответ такой. Я автор. Конечно, я читал. Пять тысяч раз. Ну, я тоже скажу, что я каким-то кусочком общего дела тоже автор, да? Поэтому я тоже читала. А вот. Поэтому мы с Еленой Васильевной с авторой. Значит, а ссылочку вот здесь, внизу можно будет посмотреть под видео. На оргпроект. Это здорово. На оргпроект. Хорошо. На оргпроект, конечно. Пятый вопрос. Кому из специалистов ты записался на прием для работы с ним в паре? Пока у нас в списке специалистов три человека. Пока. Поэтому я посмотрела внимательно все, что предлагает. Все, что предлагает. Ну, пока мы... Все, что предлагают специалисты. Вот эти три специалиста. И, Григорий Олегович, я для себя такую последовательность выбрала. Что сначала я запишусь к вам на прием, потому что тему вы такую заявили. Система управления школой как методическая задача. Вот. А потом у Катунина мне очень интересно все, что касается организации рабочего места с целью как уменьшения эмоционального выгорания. Ну, а дальше мне интересно у Петренко, конечно, как вообще структурировать свою деятельность как проект. Поэтому пока у меня получается, что как будто бы я хочу записаться к трем специалистам, потому что по зернышку от каждого хочу взять. Вот это возможный ход такой же, да? Ну, конечно, да. Но мой ответ такой. Я никуда не записался, потому что таблички еще нет. Может быть, тоже что-то поменяется или уточнится у меня, когда список специалистов появится. Просто некуда записываться. А, в этом бы плане, да. Да, где табличка? Йоколомане, где табличка? Но если бы она была... Табличку готовит группа, ребята, Даша Пожидаева готовит табличку со Светой Поповой. Вот немножко, может быть, можно поуточнять, как она, эта табличка, должна выглядеть. Но пока... Пока... Ну как, смотрите. Это уже обыкновенная очередь к врачу. Я пришлю в регистратуру, мне говорят, все занято на сегодня, через неделю хотите? Вот и все. Поэтому должно быть время уже известно на сегодня, на сейчас, в какие дни, с какого часа до какого. Тогда специалисты... А сейчас, Григорий Олегович, мы не можем... Нет, нет, вы мне не отвечайте. Я просто говорю, что должно быть. Значит, время должно быть этих вот, этой вот группы, когда она работает, в московском времени. Специалисты смогут тогда предложить, когда они смогут, и тогда уже к ним можно записывать. То есть понятно, какой объем они времени выделят для этой работы. И тогда к ним можно записывать. Все, Григорий Олегович. Значит, мы Даше передадим в наше вот это видео. Она увидит и придумают они вот эту табличку, как она может выглядеть. Либо мы переговорим об этом. И должно быть видно, кто передо мной в очереди, сколько мне ждать и так далее. Вот. А я бы записался к школьному врачу и обеспечить его присутствие в этом пространстве задача руководства. И второе, кому я бы записался, это к директору школы. То есть, невзирая на то, будут они там специалистами или не будут заявлены специалистами? Потому что... Григорий Олегович, так, мы пока говорим с вами очень четко. У нас будет список специалистов и к кому я записываюсь. И как это организовать. А вот кто будет в числе специалистов? Давайте пока не обсуждать, потому что мы растянем сейчас наш фильм потом. Потом что, давайте следующим. За какой участок работы в орггруппе ты отвечаешь? Что ты уже сделал в своей зоне ответственности? Ну, я отвечаю в орггруппе за полностью организацию и управление этой сессией. Что уже сделали? Ну, фактически, я инициировала оргпроект, инициировала эту идею, инициировала создание оргпроекта, и на сегодняшний день появились уже четкие конкретные шаги и представления, как это будет организовано, четкие конкретные шаги, которые там будут делаться, какие конечные продукты у ребят будут получаться, у участников в целом. и видно теперь список задач, которые нужно сделать, и фактически создается команда людей, которые в этом непосредственно участвуют в подготовке и потом уже в реализации. Ну, и в частности, я очень рада, что эта команда в основном из ребят стоит. Вот вчера был первый день встречи. Вот это я уже сделала. Ну, моя задача вот перечисленных вами людей помочь им качественно делать то, чего они делают. Например, там оператор снимает, значит, его, так сказать, проинструктировать или там проконсультировать. Там сценарист, там что-то пишет или монтажер монтирует. Вот. Значит, это моя задача. Каждого научить. Как делать? диспетчера научить, помочь диспетчеру научить, понимаете? Вот. Вот это моя задача. Все. И седьмой вопрос, Григорий Олегович. Какой личный результат продукт ты запланировал получить к 16 сентября? Ну, 16 сентября это последний день практикума. Какой личный результат продукта я хочу получить? Я хочу получить мобильную, сплоченную, понимающую, что делать и как делать команду из ребят, старшеклассников, которые могут организовать процесс обучения в этой школе радости дальше. Во! У нас совпало на 100%. Ну, у меня, правда, есть маленький довесочек. Да, и даже вы и довесочек тоже сказали. Довесочек это, что они, как сказать, 16 сентября будет уже ясно, кто весь этот процесс будет вести оставшийся учебный год до июня месяца. Вот. То есть, вот у меня такой продукт, который нужно получить к 16 сентября. вот. Ну, а теперь маленькая инструкция тому, кто делает фильм. Значит, нужно всех участников воргруппы по этим семи вопросам, а может быть, есть еще какой-то вопрос дополнительно, тоже его надо задать. И всех поставить перед камерой и быстро-быстро задать вопросы. и требовать ответы без подготовки. Ну, может быть, и с подготовкой, если есть возможность. Короче, всех основных, кто имеет зону ответственности в этой воргруппе, нужно об этом расспросить. А потом смонтировать один вопрос и много-много вариантов ответов. И конец фильма. Ну, и, может быть, каких-то пару кадров с заседаний орггруппы. Ну, может быть, у нас там будет их несколько заседаний, расписание вы уже составили, правильно? Значит, просто по дням. В первый день вот так группа сидит, второй день вот так сидит, средний день вот так сидит. Ну, по 10 секунд, там даже по 7 секунд. Понимаете, да? Ну, да, все. Вот. Хорошо. Ну, вот такой фильм. И мы его покажем, и пускай дети второго, первого числа смотрят в классных часах. Да? И тогда каждому, кто ответственный за свой класс, очень легко он включает видео, и все. Правильно? Все, Григорьевич, мы закончим эту заказу? Да, конечно, я просто хотел сказать последнее, заключительное слово. И тот человек, который в своем классе показывает, он говорит, на ближайшие 16 дней я у вас главный начальник. Поняли? Поняли. Все, вперед, ребята. Все вопросы ко мне, я за все отвечу. Давай. Он там главный, бригадир. Спасибо вам. Григорий Олегович, на уточнение, ссылка на оргпроект, она будет под нашим фильмом, потому что я сейчас хочу в нашем телеграм-канале эту запись, или вас прошу выложить эту запись, и попросить всех ребят в орггрубе начать готовиться отвечать на эти вопросы. Да, конечно, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, которая создала телеграм-группу. Поздравляю вас, Елена Васильевна, с днем рождения, с первым, нулевым днем рождения школы радости. В школе номер 61. Так, и для тех, кто нас смотрит, вот здесь наверху кнопочка будет в конце подписка на мой канал, а внизу будет кнопочка ссылка на плейлист, где лежат все необходимые видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok